И подробнее к следующим новостям. Уровень безработицы в мире продолжает расти, ровно как и социальное неравенство. Ну а в этом году число безработных увеличится на 2 миллиона человек, прогнозирует Международная Организация Труда. Наша коллега Сандухаш Байгуаныш присоединяется к эфиру. Доброе утро, Сандухаш. Кто больше всего пополняет статистику неработающих сегодня? Доброе утро, коллеги. Процент нетрудоустроенных в мире по-прежнему высокий среди молодежи. Это чуть больше 13%, что почти в три раза превышает численность неработающего взрослого населения. Подробнее о глобальной безработице расскажу в сегодняшнем обзоре. В этом году число экономически неактивного населения может превысить 206 миллионов человек, что на 2 миллиона больше, чем в прошлом году. На рынок труда оказывает давление высокая инфляция, особенно в странах Латинской Америки. То есть рост цен снижает спрос на товары и услуги, а это, в свою очередь, приводит к сокращению кадров. Внедрение новых технологий тоже уменьшает потребность компаний в определенных видах деятельности. Например, на заводах в Китае работает больше полумиллиона промышленных роботов, которые с легкостью автоматизируют задачи на производстве. Наиболее высокий уровень безработицы, как отмечают эксперты, ожидается в странах Африки и Азии до 6,8%, а в Европе и Северной Америке до 4,5%. Низкая оплата труда привела к увеличению уровня безработицы. Это особенно заметно в ряде таких профессий, как, например, водители грузовых машин, уборщики, складские работники. Такая тенденция также наблюдается среди сотрудников гостиничного сектора и общественного питания. Очевидно, рост безработицы повлиял и на доходы людей. Заметное снижение на конец прошлого года зафиксировано в Бразилии и Италии, где показатели составили 7,5% соответственно. Напротив, зарплаты выросли в Китае и Мексике. Там рост производительности труда был одним из самых высоких в странах большой двадцатки. Возвращение к допандемийным показателям на рынке труда для разных групп общества отличается, подчеркивают авторы доклада. Особенно остро проблема безработицы в мире будет ощущаться среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. Показатель в этой категории превысит 13%. Это означает, что каждый седьмой молодой человек в мире окажется нетрудоустроенным. А число неработающих среди взрослых старше 25 лет может составить 3,9%. Мы говорим о людях, которые работают, но не могут выбраться из бедности. Особенно в условиях высокой инфляции, которая усугубляет их положение. Поэтому важно обеспечить им такой прожиточный минимум, который позволит подняться. В США и других странах с высоким уровнем дохода мы видим исторический недостаток инвестиций. В активную политику на рынке труда. То есть повышение квалификации, а также в услуги по трудоустройству и поддержку прибыли населения. А такие аспекты, как низкая заработная плата, проблемы со здоровьем, старение населения, являются важными проблемами, которые сохраняются по сей день и, вероятно, усугубятся в будущем. Глобальный рынок труда меняется и под воздействием искусственного интеллекта. Он затронет почти 40% рабочих мест в мире, заменив одни и дополнив другие. Такую оценку приводит директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Необходим продуманный баланс политических мер, чтобы использовать потенциал искусственного интеллекта. Мы стоим на пороге технологической революции, которая может подстегнуть производительность труда, ускорить мировой экономический рост и повысить доходы во всем мире. Однако она также может привести к сокращению рабочих мест и усилению неравенства. К слову, Гугл объявил об очередном увольнении сотрудников. IT-гигант стремится уменьшить расходы и сосредоточиться на растущей отрасли генеративного искусственного интеллекта. Кстати, аналогичные планы и у Амазон. Там сократят треть персонала, конкретно стримингового сервиса. Коллеги, это вся информация. Передаю слово вам. Спасибо, Сандухаш. Было познавательно. Особенно про то, что сокращают вакансии и рабочие места в таких мега крупных компаниях. Это была Сандухаш Байгуаныш с рубрикой «Контур мира». А мы продолжаем. Сейчас у нас короткая реклама и сразу после расскажем о вулканической активности в Исландии. Редактор субтитров А.Семкин